Здравствуйте! В кулинарии используются овощи, нарезанные разными способами. Лук, например, можно нарезать соломкой, кубиками, полукольцами, кольцами и тому подобное. Предлагаем вам 4 способа нарезки лука. Лук очищаем и хорошо моем. Хвостик оставляем, за него удобно держаться при нарезке. Способ первый. Нарезаем лук мелкими кубиками. Луковицу разрезаем пополам. Половину луковицы кладем плоской частью на доску. Делаем несколько надрезов параллельных доске на расстоянии 2-3 мм друг от друга. Теперь делаем прорезы в перпендикулярном направлении на таком же расстоянии. Далее, держа нож перпендикулярно поверхности доски, нарезаем мелкие кубики со стороной приблизительно 2-3 мм. Способ второй. Нарежем лук крупными кубиками. Половинку луковицы кладем плоской стороной на доску. Делаем несколько надрезов параллельных доске на расстоянии 1 см друг от друга. Затем делаем прорезы в перпендикулярном направлении на таком же расстоянии. Держа нож перпендикулярно поверхности доски, нарезаем крупные кубики со стороной приблизительно 1 см. Способ третий. Нарезка лука соломкой. Для данного способа нарезки лука хвостик нам не понадобится, удаляем его. Половину луковицы кладем плоской частью на доску. Нарезаем луковицу вдоль, перпендикулярно поверхности доски, делая надрезы на расстоянии 2-3 мм. Обратите внимание, как держим нож. Большим и указательным пальцами, таким образом, чтобы он был как бы продолжением руки. Способ четвертый. Нарезка лука полукольцами. Половину луковицы кладем плоской стороной на доску. Делаем поперечные надрезы, перпендикулярно поверхности доски, на расстоянии 2-3 мм. Лук широко используется в кулинарии для приготовления салатов, супов, вторых блюд. На нашем сайте видеокулинарии.ру или по-русски видеокулинария.рф вы найдете много рецептов, в состав которых входит лук. Вдохновения вам и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok